Святитель Иоанн Златоуст, «Избранные беседы» Священное Писание читается в синодальном переводе Из беседы на Псалом 41 «Для чего употребляется пение? Бог, видя, что многие из людей нерадивы, тяготятся чтением духовных писаний и неохотно принимают на себя этот труд И желая сделать этот труд вожделенным и уничтожить чувство утомления соединил с пророчествами мелодию, чтобы все, услаждаясь стройностью напева с великим усердием, возносили ему священные песнопения Ибо ничто, ничто нас так не возвышает и не окрыляет душу не отрешает ее от земли, не избавляет от уст тела не располагает любомунурствовать и презирать все житейское как согласное пение и стройно составленная божественная песнь Природа наша так услаждается песнями и стройными напевами и имеет такую к ним склонность, что и грудные дети, когда плачут и бывают неспокойны усыпляются ими Кормилицы, нося их на руках и ходя взад и вперед, напевают им какие-нибудь детские песни И тем погружают в сон глаза их Частые путешественники в жаркий полдень погоняя подъемных животных продолжают путь с пением и этими песнями облегчают тягость путешествия И не только путешественники, но и земледельцы Выжимая виноградный сок, собирая или очищая виноград или делая что-нибудь другое, часто так же поют И мореплаватели, работая веслами, делают то же Даже и женщины, когда придут И спутавшуюся пряжу расправляют гребнем Иногда каждая порозня, иногда все вместе поют какую-нибудь песню Все же и женщины, и путешественники, и земледельцы, и мореплаватели делают это для того, чтобы пением облегчить трудность работы Так как душа при звуках стройной песни легче может переносить и скуку, и труд Поэтому, так как душа наша имеет склонность к этому роду наслаждений Дабы злые духи введением развратных песен, песней не испортили всего Бог для ограждения от них установил псалмы От которых бывают и удовольствия, и вместе польза От мирских песен может произойти вред, погибель и много других зол Ибо все то, что есть в них у дурного и бездравственного Проникая в душу, расслабляет ее и развращает Напротив, духовные песни доставляют великую пользу Великое назидание, великое освящение И служат руководством ко всякому любомудрию Потому что и слова их очищают душу И дух святый скоро не сходит в душу Поющие эти песни А что действительно поющие их с разумением Призывают на себя благодать духа О том, послушай, как говорит Павел Эфесянам 5, 18-19 И не упивайтесь вином От которого бывает распутство Но исполняйтесь духом Назидая самих себя псалмами И словословиями И песнопениями Духовными Паяя и воспевая в сердцах ваших Господу Что значит в сердцах ваших? То есть с разумением Не так, чтобы уста произносили слова А душа везде блуждала По внешним предметам Но чтобы душа внимала тому Что произносит язык Как туда, где грязь, бегут свиньи А где цветы и благоухания Там обитают пчелы Так и туда, где Развратные песни Собираются бесы А где песни духовные Туда нисходит благодать духа И освещает устая душу Говорю это не для того Чтобы вы только хвалили песни Но чтобы вы и детей И жен учили петь такие песни Не только при занятии пряжую И при других работах Но особенно за трапезую Так как дьявол строит козни Большую частью во время пиршеств При содействии упоения И пресыщения Непристойного смеха И душевного расслабления То особенно тогда И перед трапезой И после трапезы Нужно защищать себя от него Ограду и псалмов И вставшие за стола Вместе с женой и детьми Воспевать Богу Священные песни Ибо если Павел Имея на теле Невыносимые раны Нося на ногах колоду И находясь в темнице В полночь Когда все покоятся Особенно сладким сном Вместе с силою Воспевал Словословие Богу Смотри Деяния 16.25 И ни места Ни время Ни заботы Ни склонность Ко сну Ни утомления От таких трудов И ничто другое Не принудило Его прекратить песнопение Но тем более Мы Наслаждаясь благоденствием И дарами Божьими Должны возносить Богу Благодарственные песни Чтобы если От упоения И пресвящения Войдет в нашу душу Что-нибудь нечистое Псалмопением Прогнать все Нечистые Порочные пожелания И как Многие из богатых Намочив губку С бальзамом Вытирают ею Столы Чтобы если Останется от кушаней Какое-нибудь пятно Стереть его И сделать стол чистым Так точно Будем поступать И мы Вместо бальзама Наполняя уста Духовной мелодией Духовной мелодией Чтобы если От пресвящения Произойдет в душе Какая-нибудь Нечистота Смыть ее Смыть ее Этой мелодией И встав Все вместе Будем восклицать Сравни Псалом 91.5 Ибо ты Возвеселил меня Господи Творением твоим Я восхищаюсь Делами рук твоих Псалмопению Пусть присоединится И молитва Чтобы вместе С душой Нам осветить И самый дом Ибо Как те Которые Приводят Напиршество Шутов Плесунов И непотребных Женщин Призывают туда Бесов И дьявол И наполняют Свои дома Множеством Бесчинств Потому что Отсюда Происходят Ссоры Блуд Прелюбодеяния И множество Зол Так те Которые Призывают К себе Давида С Псалтирию Через него Призывают К себе Христа А где Христос Туда Ни один Бес Никогда Не осмелится Не только Войти Но и Заглянуть Напротив Мир Любовь И все Те Обращают Дом Свой В зрелище А ты Сделай Своё Жилище Церковью Ибо Где Псалом Молитва Ликование Пророков И боголюбезное Настроение Духа Поющих Такое Собрание Непогрешительно Можно назвать Церковью Даже Хотя бы Ты Не разумел Силы Слов Приучая По крайней мере Уста Произносить Их И язык Освещается Этими словами Когда Они Произносятся С усердием Если Не оставим Этого Прекрасного Занятия Потому что Навык Будет побуждать Нас Даже По неволе Каждый день Совершать Это прекрасное Служение При таком Песнопении Будет ли Кто Стар Или Молод Или С грубым Голосом Или Совершенно Незнаком Со стройностью Пения В том Не будет Никакой Вины Здесь требуется Целомудренная Душа Бодрый Ум Сердце Сокрушенно Помысл Твердый Совесть Чистая Если С этими Качествами Ты Вступишь В святой Хор Божий То Можешь Стать Наряду С самим Давидом Здесь Не нужно Ни псалтири Ни натянутых Струн Ни смычка Ни искусства И никаких Орудий Но Если Захочешь Можешь Сделать Самого Себя Псалтирию Умертвив Члены И плотки Настроив Своё Тело Согласно С душою Когда Плоть Твоя Не будет Походствовать На духа Сравни Галатам 5.17 Но Будет Повиноваться Его Велением И приводить Их В исполнение На этом Прекрасном И дивном Пути Тогда Ты Составишь Духовную Мелодию Здесь Не требуется Искусство Приобретаемое Долговременным Упражнением А нужна Только Твердая Решимость И мы В самое Короткое Время Приобретем Опытность Для этого Не требуется Не особенное Место Не особенное Время Но На всяком Месте Во всякое Время Можно петь Мысленно Ходишь Ли наторжишься Находишься Ли в путешествии Сидишь Ли в обществе Друзей Везде Можно Возбудить Душу Можно Взывать И молча Так Взывал И Моисей Бог услышал Ремесленник Ли ты Сидя В мастерской Занимаясь Работаю Ты можешь Петь Воин Ли ты Или заседаешь В суде Можешь Делать То же Самое Можно Петь И без Голоса Когда Душа Внутри Издают Звуки Которому Что Потому Что Мы Поем Не Для Людей Но Для Бога Который Может Слышать Сердца И Проникать В Души Об Этом Свидетельствует И Павел Когда Говорит Римлянам 8 26 27 Сам Дух Ходатайствует За нас Воздыханиями Неизреченными Испытующий Же Сердца Знает Какая Мысль У Духа Потому Что Он Ходатайствует За Святых По Воле Божией Так Он Говорит Не в том Смысле Будто Дух Воздыхает Но В том Что Духовные Мужи Обладающие Дарованиями Духа Молясь О ближнем И вознося Прошение Делают Это С сокрушением Сердца И с Воздыханиями Тоже Будем Делать И мы И каждый День Станем Обращаться К Богу С псалмопениями И молитвами Аминь Аминь